Зубки чистить, начиная сверху справа, то есть ставишь вот так вот щёточку. Пока в регистрационном листе только одна запись, но уже к концу дня их будет с десяток. Грызть гранит науки можно только здоровыми зубами. Я тут не первый раз, мне тут уже делали зуб, фломб выставили, мне тут нравится. Хотя в гимназии номер 3 символичные три года не работал детский стоматолог. Теперь ребята с 1 по 11 класс здесь проверяются ежедневно. Детская стоматологическая поликлиника провела ремонт помещения, закупила оборудование, а главное, обзавелась молодыми специалистами, выпускниками СГМУ. Пришла устраиваться на работу в детскую поликлинику, мне предложили работать в школе со стажировкой в поликлинике. То есть я там две недели отработала в начале сентября, а потом пошла сюда работать. А вот стоматолог в 10 школе пришла в профессию 46 лет назад. Веру Павловну дети по праву считают учителем. Расскажет, как правильно ухаживать за зубками и почему вместо батончиков и чипсов лучше кушать суп и кашу. Вот такую простую пищу русскую, мало едят. Больше чипсы, вот это вот такое, знаете, выходят из школы и сразу в магазин. Много ортодонтических проблем. И, конечно, больше стало заболеваний кариесом. На борьбу с кариесом в школах в этом году вышло 9 стоматологов. Открытие медкабинетов после ремонтов – это возможность первичной профилактики заболеваний, а заодно и уменьшение очередей в поликлинике. Проводится лечение стоматологических заболеваний не просто на начальных кариесах, как я сказала, а также осложненных форм кариеса. При необходимости врач-стоматолог может направить ребеночка в детскую стоматологическую поликлинику, хирургу-стоматологу или картодонту. Всего же в архангельских школах есть 15 стоматологических кабинетов. За последние два года удалось обновить четыре помещения. Сумма – почти один миллион рублей. Средства – небюджетные. Хотя серьезного финансирования этой сферы пока нет. Поликлиника закупает оборудование на средства, вырученные с оказания платных медицинских услуг. Помогают и деньги фонда обязательного медицинского страхования. На них проводится косметический ремонт помещений. Но в следующем году специалисты поликлиники настроены решительно и планируют открыть хотя бы один-два медицинских кабинета, чтобы врачи могли работать на новой, современной технике. Ну а зубы детей были здоровы. Артемий Заварзин, Евгений Зыков. Регион 29.